А перед началом данного ролика я бы хотел порекомендовать вам мой паблик с переводами зарубежных твитов на русском языке. ДКГДК. Вас там ждут арты, работы, новости, цитаты, фанмейды и всё то, что есть в твиттере и что связано с тематикой данной игры. Ссылку на паблик я оставлю в описании. Ролик был переведён с канала Этиен. Ссылки на оригинал и его автора будут в описании. Около недели назад я решил что-нибудь твитнуть перед тем, как выйти на пробежку. И твит выглядел вот так. Я немного с этого поржал и думал, что это ржачно для рандомного твита. Я даже не подозревал, что пост наберёт столько актива. Но я, не думая об этом, пошёл спать. Через несколько часов я проснулся и увидел такой огромный трафик, чего я себе не мог представить. Кто-то был за, кто-то был против, а у кого-то была совершенно другая реакция на твит. Мне даже кинули фанкам. И хоть было круто наблюдать за тем, как люди это любезно обсуждали, но в конечном счёте ответ остаётся неизменным. А именно, геометрия Dash не ритм-игра. И перед тем, как фанбаза GD начнёт меня засирать, пожалуйста, послушайте меня внимательно. Я правда думаю, что есть много заблуждений на тему того, что же такое ритм-игра. И я постараюсь вам объяснить, что тут к чему. И без лишних слов, давайте начнём. Точное определение, которое я нашёл к ритм-игре, есть в той же Википедии. Ритм-игра или же музыкальная игра – это жанр видеоигры, где от игрока требуется наличие чувства ритма. Игры данного жанра берут за основу танцы или групповое исполнение музыкальных композиций. Игроки должны нажимать определённые кнопки или выполнять танцевальные движения в соответствии с тем, что демонстрируется на экране. И из этого понятия мы возьмём лишь часть. Но разве для ГД требуется чувство ритма? Что ж, это может и так. Но после просмотра кучи видеопрохождений экстримов, я не могу не заметить то, как периодически клики не синкуются с музыкой. Ритмичность даёт уровню больше шарма и слушает хорошим ориентиром. Если бы ГД был ритм-игрой, то вы бы получили с этого куда больше, играя в уровне под музыку. Это не значит, что в игре вообще нет подобного. Как, например, в XO, где вы нажимаете в такт вибрато вокала. Или же в Cognition, где есть очень хитроумная концовка. Но синк по-прежнему не сопровождает игрока на протяжении всего уровня. Почему? Ну, уровни тогда были бы намного проще. И, следовательно, более одномерными. И я не думаю, что это конкретно то, за что игру многие полюбили. Если бы она была ритм-игрой, то там бы был относительно постоянный ритм не только на всём уровне, так к тому же ещё и в большинстве уровней. Уровни с большим количеством ритма дают чуточку больше колорита или же делаются более доступными для новых игроков, как в уровнях для новичков или служат ориентиром в некоторых частях. Но по итогу это не бросает вызов чувству ритма в той мере, как в ритм-играх. Ритмичность в уровнях слишком разнообразна. А в некоторых уровнях этого вообще нет. Игрок с ником Enpesto отметил, что иногда он даже не вслушивается в сонг во время игры. Так-то GD требует от игрока нажимать кнопки в той последовательности, что показано на экране. Экстрим-демоны, да и в общем большинство уровней, могут быть жёсткими. Они требуют суперточных нажатий, будучи в разных режимах игры, и я бы соврал, если бы сказал, что эту ритмичность не так уж и трудно выявить. Однако этот факт не даёт GD стать ритм-игрой, так как это её довольно нечёткое определение с отсутствием вызова чувства ритма. Думаю, некоторые из вас уже ментально повзрослели, узнав новые о GD-шке. А именно, это музыкальный платформер. Музыка может улучшить впечатление в совокупности с интенсивностью игры, или может идти под ритм периодически из-за причин, озвученных ранее. Но в целом, это платформер. Некоторые из вас также упомянули о том, что игры могут иметь несколько жанров в одном. И я здесь полностью согласен. Однако я не вижу в GD-требовании типичный ритм игры. Если сравнивать, например, с Dance Dance Revolution, Clone Hero, Eterna, Cytus и другими. И то, что игра позволяет вам внедрять ритмичные штуки в редакторе уровней, не меняет её основу полностью. В этом случае мы можем прийти к тому, что другие платформеры с усложнённым редактором уровней тоже могут быть ритм-играми, если уровни идут под ритм. Притянуто за уши? Возможно. Но это всё так же иллюстрирует нам картину о ритм-играх. Так вот, GD является ритм-игрой? Нет и ещё раз нет. Это музыкальный платформер, который позволяет усложнять ритмичные штуки в редакторе уровней? Конечно же да. И я думаю, что комьюнити должно этим гордиться. Это делает игру сугубо раскрепощенной, так как она позволяет создать какой угодно уровень в редакторе. Надеюсь, данный ролик не задел чувства многих. Это не было моей целью. Я просто хотел предотвратить путаницу, что возникло у многих под моими видео. И просматривая комменты под роликами за последний год, многие просят контента по GD. Я надеюсь, что мой ролик прояснил многое. И также извиняюсь за то, что больше не буду делать ролики по этой игре. Это не значит, что в игре нет много талантливых контент-мейкеров. Если вы ищите ролики по типу документалок про эту игру, то некоторые с радостью услышат это, если вы также в этом заинтересованы. Спасибо моим патронам за поддержку моего канала. Если вы хотите поддержать мой канал для создания новых роликов про рейдом игры, взгляните мой в Patreon и в другие ссылки под видео. Увидимся в следующем видео. И да, берегите себя. Перевел Гота, озвучил Гота. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментах те видео, которые бы вы хотели увидеть переведенными. Ссылки на оригинал его автора и мой паблик ТК ДК в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok